перед следующим докладом небольшая информация от анны красенко по существующим образовательным проектом компании спасибо я постараюсь каратенечко а еще тут немножечко происходит обратный вариант как обычно у нас бывает на конференции я сначала рассказывать что мы будем делать а из моего доклада про поездку в сша станет понятно откуда некоторые штуки взялись вот так поэтому интрига кто хочет больше разобраться в подоплеки оставайтесь последнего доклада значит но основное что у нас сейчас есть это курсы и собственно с них мы начали в прошлом году образовательный путь юного разработчика дизайнера и тестировщика для того чтобы было больше знаний на так далее перед стажировкой то есть когда-то мы проводили просто стажировку двухмесячную сейчас мы добавили годовые курсы то есть здесь про разработку написано то есть основная наша задача это взять студента который ничего не писал кроме лабораторных работ и превратить его в разработчика который в принципе готов работать в команде и понимает как работать со всеми инструментами командной работы и так далее вот ну и мы берем на работу после стажировки но мы поняли что этого опять мало в чем проблема в том что если человек никогда в жизни не писал никакой код кроме лабораторных работ писал только очень-очень маленькие программки для тех кто пишет там на java на c++ весь код обычно находится функции main и дальше никуда не выходит то есть из то из такого навыка очень трудно перейти к навыку промышленной разработки в команде большого проекта то есть год недостаточно к сожалению то есть нам на курсах очень хочется разговаривать про всякие продвинутые вещи и потолбательных проектирования и правильное построение архитектуры а с этими людьми еще рано об этом говорить то есть из-за этого у нас довольно большой был отсек на курсах потому что люди просто приходят от них просят начать писать проекты не такой боже мой как начать писать проект и ушли вот поэтому значит в этом году мы добавили еще предшествующий год то есть началось все с вот этого я сейчас мотану назад в этом году мы сделали летом летнюю школу это два месяца как раз таки написание первого проекта то есть мы приглашали туда всех желающих вообще там любых студентов и школьников которые готовы просто сесть и начать писать свой проект в качестве проекта была игрушка на плюсах очень простая консольная вообще безо всяких изысков без графики без ничего просто вот символ бегает по экрану собирать ништяки но и это оказалось неподъемно для многих на самом деле вот поэтому значит мы решили возвращаясь назад еще дальше расширить эту историю то есть в этом году мы первый раз осенью будем набирать находим гарден это как раз будет такая трехэтапная штука подготовки к ну по сути курсов вот значит в начале мы осенью за два месяца будем писать игрушечку достаточно несложную но и мы всячески будем в этом помогать то есть там рассказывать всякий материал по поводу того как правильно писать на c++ что такое у п как его правильно использовать то есть кто из сидящих в зале считает что п это инкарсуляция наследование полевархизм что неужели нет таких серьезно нет одна рука все-таки поднялась вот но в общем на самом деле мы рассказываем о том что такое на самом деле это вовсе не те три слова которые я перечислил и дальше весной с теми же людьми мы продолжим писать уже более глубокие штуки то есть первой игрушки нас никакой по точности ничего такого не будет во втором мы переходим еще ниже и пишем что-то вроде не знаю там эмуляции за чела или там не знаю что то такое это ноги отсюда растут ноги растут из поездки и из одной школы в которой я побывала об этом расскажу на четвертом докладе мою задачу возьмем оттуда скорее всего если кто-то придет весной первый раз будет сначала писать игру потому что без этого старта никуда и соответственно летом уже девятнадцатого года с этими людьми которые подписали на плюсах написали минимум два проекта мы переходим уже на джаву летом и пишем еще что-нибудь для того чтобы все те концепции которые мы изучили сейчас на плюсах перенести уже на джаву потому что на курсах мы используем джаву что еще мы делаем это всякие соответственно побочные проекты которые помогают нам с одной стороны найти талантливых людей которые готовы программировать для удовольствия а именно из них получаются самые лучшие разработчики и вам соответственно если вы студенты каким-то образом оценить себя потому что непонятно насколько вы вообще готовы какую чему вам еще надо учиться что вообще делать куда податься надо ли мне в разработчики масса вопросов я часто общаюсь со студентами и со школьниками куча вот этих вопросов а учиться мне надо или нет а там математика зачем а вот я уже умею писать код смотрите какая лапша у меня тут классно на тысячу строк меня уже можно программисты я уже могу эти деньги зарабатывать на опорке и вот такие вот всякие всякие вопросы их целая толпа то есть понятно что быстрый ответ да конечно ты можешь все что угодно но дальше я рассказываю про будущее которое ждет через 10 15 лет и некоторым становится грустно просто у меня есть друзья которым больше 30 и некоторые из них в этом печальном будущем уже находится поэтому как бы есть пример но в общем фидбэк дэй это для того чтобы проконсультироваться по своему ходу с нашими сотрудниками сегодня в конце дня желающие могут что-нибудь показать даже если вы не принесли с собой код или у нет на гитхабе там вы не можете его показать мы можем просто с вами поговорить вы можете просто рассказать что вы пишете посоветоваться и так далее если у вас просто есть какая-то идея там я не знаю кота стартапа или еще что-то можете тоже записаться и поговорите со мной ближайший будет 17 18 октября это уже полноценный фидбэк дэй то есть с вами будут час разговаривать по вашему коду и по всем вашим вопросам вокруг этого но по хэппи дэй флайк я думаю все в курсе то есть это тоже проект считается сейчас эти лифта потому что эти лифт это не пространство это виртуальная штука которая объединяет в себе все образовательные проекты наш тоже конференция для студентов и школьников она вводная здесь нет никакого хардкора здесь чистый ввод в профессию для тех кто не представляет себе в чем собственно суть и мы очень хотим в этом году мы начали но не очень получилось очень хочется в следующем году продолжить приглашать туда учителей родителей потому что решение о поступлении решения выборе профессии очень часто зависит именно от этих людей и и даже если ребенок в объединку живет с компьютером родители могут все равно загнать его на экономику у меня такие истории тоже есть среди знакомых многие потом мучительно возвращались в айти это больно и долго ну про субботники что тут говорить с ними все понятно единственное прошу обратить внимание что у нас 13 октября будет продолжение от данила никифорова кто был на эти субботники где он рассказывал про целостность вот будет мастер-класс то есть это уже более глубокое погружение там с интерактивом и так далее и следующий субботник у нас будет 3 ноября он будет посвящен геймдэву также есть мл-клуб который организует илья сиганов он сегодня будет как раз рассказывать вам про то чем отличается ресерч от разработки ну и это такой свободный формат здесь кстати ребят кто участвует в мл-клубе поднимите руки из присутствующих вот есть вот вот смотрите вот эти люди они уже там в принципе вы можете к ним подойти тоже и поспрашивать что это вообще и зачем там проводится куча всяких интересных мероприятий всякие дата завтраки дата ужины и прочие дата разговоры на которых естественно не только про дату разговаривают но и про все подряд про красивую женщину да это имеет непосредственное отношение машинного обучения просто собирается умные люди и разговаривают про интересное вот так я бы охарактеризовала здесь все ссылочки презентация естественно будет выложен вот также еще есть такая штука как индивидуальные консультации со мной про все подряд на самом деле ко мне уже кто только не приходил когда я анонсировала эти встречи я их позиционировала как встречи для студентов и школьников которые там хотят определиться в профессии и так далее первые три заявки были от взрослых мужиков которые давно работают войти и просто хотят поболтать мы с ними со всеми встретились и поговорили но как бы не в рамках этого просто так значили поговорили но тем не менее студенты и школьники тоже приходят и мы с ними разговариваем о том как жить дальше вот если кратко сформулировать то это об этом вот здесь вообще может быть все что угодно и один раз ко мне приходила девушка которая работает ветеринаром у крупного рогатого скота и она не поняла что это встреча для айтишников тоже пришла посоветоваться но внезапно человек оказался очень классный она после этого сменила работу сейчас она работает в очень интересном месте и там вовсю толкают они инновации в разведении крупного рогатого скота и все такое я и скинула статейку на висеру про интересный девайс который разрабатывает в беларуси для увеличения скажем так рождаемости среди коров это большая проблема я так поняла что не заслали в командировку в общем там все закрутится для улучшения разведения свиней это все что угодно там и тот девайс используется для того чтобы определить в какой момент корова готова к спариванию потому что это очень короткий промежуток и а семинатор не успевает добежать серьезно это серьезно это не шуточки еще один проект который мы анонсировали и даже провели пару встреч но сейчас его активно не пиарили но тем не менее будем рады если кто-нибудь будет туда приходить это такой разговор о вашем потенциальном бизнесе или стартапе со мной соленой с ильей почему с нами потому что уже столько знаний голову распирает там на эту тему типичные ошибки которые есть у каждого стартапера мы знаем на зубок можем сходу перечислить и разобрать на самом деле практически любую идею по косточкам с точки зрения бизнеса именно будущего и венчурная история или нет если кто-то хочет получать инвестиции стоит вообще этим заниматься или нет если да то куда бежать где эти инвестиции брать а надо ли это вам вообще сейчас и что вам лучше сейчас делать почему не надо писать код нужно делать совсем другие вещи это вот как раз об этом успешные выпускники уже есть ну они сейчас работают над этим непонятно что у них получится ты же понимаешь что мы за них не можем бизнеса делать мы можем только посоветовать куда двигаться а дальше надо грести причем грести очень интенсивно и вот это сюрприз для многих многие не готовы грести готовы грести с 9 до 6 с понедельника по пятницу так стартапы не делаются ну собственно все если вы хотите прямо сейчас про это что-то спросить можно спросить но вообще мы вот там на стенде ки я потусуюсь после доклада и полина там в перерывах тусуется то есть можно подходить и спрашивать обо всем вот этом что здесь было более детально презентацию выложим быстро все ссылочки тут есть еще раз акцентирую внимание на том что прямо здесь прямо сегодня можно получить консультацию спасибо ребят проходите здесь есть впереди свободные места здесь 22 vip место и здесь еще одно место есть вот здесь еще есть белые стулья тоже на них может быть здесь еще бабло это вообще вип-вип места можно чуть ли не с той стороны садиться и смотреть я пока наслушал я тут одну штуку тоже вспомнил хотел немножко поделиться довелось мне в этом году быть побыть ведущим на хэппи дефлайт и два дня было мероприятия и интересная штука если после первого дня студенты школьники начали главного математика информатика английский язык русский язык понятно но отбить география биологии но вообще никак не пригодится и после этого на второй день сначала доклад про smart city соответственно вот она вся география как накладывается как слои таки ну ладно география все понятно а как же биология после этого выступает следующий докладчик там рассказывает про генетические алгоритмы для чего биология там проявить про динозавров все остальное говорит блины здесь бегут биологии ну да как же так что за этишники такие которые должны знать все это вот как бы небольшая личная история как раз подтверждение того что лишних знаний наверно не бывает она все как-то пригождается вот в той или иной степени и ну и все связано с эти сейчас я предлагаю приходить к следующему докладу полина сидухина с докладом как мы пилили фронт-энд полина как уже я работаю компания с английского стек разработчиком уже аж год и сегодня я хочу вам рассказать о том с какой проблемой мы столкнулись нашем проекте когда у нас там был монолитный фронт-энд и как мы эту проблему решали и в итоге как мы ее решили он тут понятное дело что у нас опять пойдет речь про микросервисы и про них и денис уже затрагивал этот вопрос мы у меня на самом деле будет это такой более упрощенный вариант и те кто хорошо все это знают могут мне принципе помогать а кто школьных студенты я сейчас вам объясню как это на более простом уровне и так что такое микросервис микросервис на самом деле это просто маленький сервис это какой-то модуль который выполняет свою функцию какую-то одну наверное то что мы все знаем соли и из таких микросервисов собирается как бы большой проект но зачастую проекты сейчас разрабатываются так что микросервисы на на бэк-энде используются микросервисы и это уже нормально при разработке больших систем а фронт-энд монолитный и как бы все тащат этого монстра с собой и когда я занималась изучением вопроса я поняла что сейчас очень много компаний ну как-то уже запинаются об эту проблему и стараются этого своего монстра как-то разделить на микросервисы растащить и это им дается ну так достаточно тяжело ну вторая картинка это как меня поехали слова сервисы и как это примерно в моем представлении должно быть что вот есть какой-то бэк-эндовый микросервис есть фарт-эндовые они как-то вот так вместе работают и в модуль в принципе тоже можно использовать но это все на самом деле в общих словах чтобы как-то ввести в курс дела проекта мой про то как мы это делали на нашем доклад как мы делали на нашем проекте поэтому я буду рассказывать про проект ну здесь я писала плюсы но на самом деле это все и так понятно и как бы в теории все это знают но на практике как не применяют пока сами не запустил эту проблему это проект мы пишем приложение для строительной компании где мы отображаем на карте как бы все строительные работы и как Денис уже затрагивал немного что у нас там какие то есть детекции людей показания датчиков видео с камерой так далее и на бэк-энде это у нас изначально все на микросервисах и Денис поправляй меня если что вот и как бы чтобы это визуально как бы было понятно у нас есть такой элемент управления control ног называется на котором в принципе каждый кнопочка это какой-то сервис на бэк-энде это в принципе так и выделено что вот это такой фронтенд был у нас монолитный ну а на самом деле больше использован сейчас монолитно это я вот расскажу как мы решили эту проблему правда значит у нас вот монолитный каждая вот эта кнопочка на бэк-энде отдельный сервис на фронтенде нет но уже закрадывается мысль что он в фронтенде скорее всего тоже нужно это разделить но так как у нас как-то разработка достаточно активно шла все время были какие-то другие важные дела и разделением фронтенда мы особо не занимались до того момента как нам заказчик не подкинул другой проект который на самом деле выглядит будто бы точно также на самом деле он другой и здесь тоже у нас есть элемент управления и на нем это отражены сервисы и как мы видим что вот я показала эти два элемента управления что у нас наборы сервисов как бы вот эти вот множество пересекаются но так как у нас монолитный у нас и сборки и того и другого проекта использовались ну были задействованы все сервисы то есть в сборке участвовали вообще все и вот здесь вот их мало здесь много и вот эта сборка толстая на самом деле это тоже толстела потому что здесь добавляются какие-то новые и тут уже ну ясно понятно было что это неправильно и как бы если появится еще какой-то проект это будет вообще уже совсем неправильно и мы решили что пора решать эту проблему и скорее всего нужно делать это прямо сейчас пока это все у нас вообще не разрослось и до невероятных размеров проблемами мы столкнулись когда мы решили наконец этим заниматься во первых заказчик нам выделил мало времени на это потому что у нас тут были и другие важные фичи и было где-то на команду часов 20 наверное и вторая проблема что на практике никто не сталкивался из команды с такой задачей все только так теоретически знали как это примерно должно быть но ну так ну да рисуночки рисовать конечно все могут а вот как это прямо реализовать у нас еще и сжатые сроки казалось проблемой и не тогда мы решили что все надо значит время на то чтобы каждый подумал у себя накидал идей после этого мы собрались опять команды и начали накидывать варианты какие у нас были варианты на самом деле было много но они все примерно сводились к одному похоже каким-то решениям и первое решение у нас было это каждый сервис делать бы отдельным отдельно сборка и со своей точкой входа как это в принципе чтобы вот такая картинка на самом деле получилось как я там в втором слайде рисовала чтобы они вот вместе там с бакендовым сервисом вот и второй вариант ну вот у нас в первом варианте мы думали что скорее всего это потребуется много времени на то чтобы как-то подправить и все у нас упиралось контролнов опять вот этот вот круглешочек потому что мы не знали как его разделить и второй вариант у нас это раз у нас все уперлось контролнов но мы его и сделаем точкой входа все сервисы будут как-то к нему подтягиваться будет конфигурация в чем там в этом решение этого вопроса потому что пап он умный он умеет тянуть в сборку те зависимости которые есть в дереве импорта по сути проблема связалась тому что просто выпаку дать тот конфиг в котором есть как бы импорт нужных сервисов и все мы поняли что в принципе задача оказывается решаемой и нам возможно даже не так много времени надо и в итоге так у нас и получилось у нас есть вот контролнов он точка входа и он тянет конфигурационный файл для каждого проекта он свой со своим набором сервисов и через переменное окружение мы прикидываем как бы информацию что это у нас за проект то у нас в итоге получилось получилось у нас успеть это сделать я еще раз прошу задних рядах слышно или по линии чуть погромче или микрофон если будет тихо я могу дублировать у нас получилось успеть это в короткий срок и в принципе мы смогли сделать ту задачу которую мы себя ставили наша начальная задача была чтобы у нас в сборке проектов мы тянулись всякие левые зависимости которые у нас никак не участвуют в этом проекте да и ну связи со спецификой разных проектов они там никогда и не будут сборки будут так неправильно вот во первых нас вот получилось успеть во вторых нас получилось сборка зависящая от проекта куда никто не не попадает и в принципе у нас получилось разделить эти модули так что мы в принципе у нас будет на это время в принципе какая-то задача мы можем это разделить и на те микросервисы которые я говорила в начале вот это все конечно хорошо но все даже можно какие-то улучшения делать и первое что мы подумали можно еще сделать это сборка в зависимости от ролей пользователей у нас у каждого сервиса есть пользователи у него есть свои роли то есть он и в зависимости от этого различное отображение данных и мы решили что ну тут скорее всего в таком случае если давать пользователю сборку в зависимости от его роли скорее всего нужно делать эту сборку динамической и но пока это у нас такая просто задача на подумать и мы особо не занимаемся и второе это уже более реально это конфигурируемую сборку всех элементов на странице сделать у нас на странице есть не только вот этот вот элемент у нас также есть компонент управления временем или не карта и сама карта на самом деле и можно просто наверно уровень выше вынести это разделение и уже выше прокидывать например когда должна быть конфигурации точно также возможно элемент управления должен быть не такой как-то по-другому отображаться но точно также его прокидываем и какой он должен кофе втянуть и как отображать вот на самом деле это все и у меня такой доклад более на подумать на поисследовать так что я сейчас ну конечно постараюсь ответить на ваши вопросы но также мне было бы интересно послушать как например у вас командах решается такая проблема если она решалась спасибо вопрос можно вы сказали вас было мало времени и вот сделали вот так как сделали если вас было бесконечное количество времени что бы мы сделали бесконечно хорошо бы сделали и и уже решения ну я конечно половинку от бесконечности времени можно подумать да половинка и если честно сейчас я подумал получи можно попроще вопросу почему вы модули называете сервисами для меня сервис это что-то что-то отдельно задеплоенным такой функционально а модуль это то что включается в общую сборку и вы получается сделали ну просто на модульную модульную сборку сделали а не сервис да я тоже вот меня возмущение не значит что эта штука не модульная ее можно сделать модульной она также будет иметь переиспользуемые части эти части можно вынести в библиотеки и очень часто но в том же яндексе есть свои библиотеки которые они используют практически везде на самом деле да мы используем реактором компоненты в принципе эти компоненты можно так же использовать модульность это ключ к борьбе со сложностями а не сервис но сейчас уже у меня вопрос если у нас проект допустим очень большой и вот он также модульный удобнее же его разбить на сервис и к минимуму чтобы это деплоилось по отдельности потому что если у нас в большом монолитном поменяли одну строчку а потом сидим и ждем час пока не задеплоится наверное это не очень хорошо ну наверное ну если у вас не по часовой даже следующий вопрос так я из предыдущего я правильно понял что модуль у вас деплоится каждый отдельно нет на самом деле вот как предыдущие спрашивающие заметил у нас все это осталось как бы монолитом она просто у нас собирается модуль вот и если мы что-то поменяем а все это будет пересобираться пересобираться и потом целиком сделали сделали один шаг и в поиске следующих шагов как упрощать сборку и дальше прошу еще вопрос на чем писали какую систему могли использовать написали на с этим вопросом я думал можно будет поймать не сам денис нас убежал но мы его найдем приведем а вот ты спредался денис ты потом если что мы тебя поймаем ты же поможешь да понятно еще вопрос на самом деле это скриншотик маленькой части экрана чтобы туда не попадали всякие части экрана которые на самом деле он располагается в нижнем правом квадранте да то есть не посередине нижний правый квадрат квадран а целиком к сожалению показать его не совсем поэтому еще вопрос вообще говорят этот элемент управления можно последний вопрос есть да но если версия для нет задача проекта была сделать это именно и не рассматривались пока варианты делать мобильные я сказала что вот у нас было выделено около 20 часов на всю команду за это время мы скорее всего не успели каковы эти 20 часов не выбрали только обсуждение заказчик оплатил рефакторинг да получается николай прям такие вопросы следующий вопрос не будет там это что заказчик можно будет после доклада сейчас подозревать вопросы по линии и также денису вот здесь уходы астана полин спасибо